Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Каждый кубанец старше 65 на особом контроле. Пациенту на мобильный будут приходить смс с напоминанием принять лекарства. В край начали реализацию проекта старшее поколение с финансированием больше миллиарда. 500 поручений в год на 150 миллионов. Дальше только больше. Депутаты городского собрания Сочи собрались на первой в этом году сессии. Дорогу профессионалам. Сотрудники ГАИ напомнили представителям автотранспортных предприятий об усилении контроля за качеством подготовки водителей. На кону жизнь детей. Вскопали огород и нарубили дрова. Кто, если не мы? С таким лозунгом снежный десант высадился в Сочи. Бойцы судотрядов помогают ветеранам по хозяйству и облагораживают на курорте памятники. Вопросы газификации, строительства школы и ремонт сельского дома культуры. С такими просьбами жители края обратились к главе региона. Вениамин Кондратьев провел личный прием граждан. На встречу приехали люди сразу из нескольких районов в Кубани. Проблемы, которые не решались годами, сдвинулись с мертвой точки. Все подробности в нашем сюжете. Школа в Краснодаре по улице Марина Цветаевой должна открыть свои двери уже осенью этого года. Местные жители за строительство наблюдают буквально из окон своих квартир. Будущее учебное заведение станет единственным для нового микрорайона. Там свои места за партой смогут занять около тысячи детей. Но осенью прошлого года жители забили тревогу. По их словам, работы на объекте приостановились. Люди взволнованы, ведь новый жилой массив как никогда нуждается в школе. Там где-то около 500 семей. В каждой квартире живет ребенок или два, или три, может быть, и больше. То есть, ну, детей 500-600, наверное, там точно есть только в наших трех домах. От лица беспокойных жителей микрорайона Ирина Белоножко обратилась за помощью губернатора. Вениамин Кондратьев отметил, что строительство школ сегодня первостепенная задача для края. Важно, чтобы все социальные объекты были построены качественно и в срок. Ситуацию по учебному учреждению главе региона по видеосвязи доложил мэр Краснодара Евгений Первышев. Оказалось, что работы на объекте все еще продолжаются, но строительным пришлось снизить темп. Подрядчик решил внести корректировки в проектную документацию. Вениамин Кондратьев потребовал разобраться, почему когда-то принятый проект со временем начал пересматриваться. Вот эти подрядчики, подрядчики, которые сегодня строят школы, детские сады, любые социальные объекты, они должны понимать, что на этих объектах зарабатывать нельзя. Да, должна быть прибыль, но сверхприбыли быть не может. Для них это не коммерческие объекты, я еще подчеркиваю, социальные объекты, которые нужны в целом городу и горожанам. Поэтому, если они хотят там какую-то горжу накрутить, чтобы рентабельность у них была в рамках рынка, ну, не должно так быть и не будет, еще раз подчеркиваю, и мы должны первые здесь постоять за стол на этом. Знаете, обычно, как говорится, и в народе, и в бизнесе договариваются на берегу. Раньше у бизнесменов было понятие слова, оно было дороже договора. А сегодня и договор подписал, и подряд вошел, и все на свете. А теперь все пересчитывает. Объект, исходя из той сметы, которая прошла экспертизу, финансами обеспечен. А как считает подрядчик, который зашел в него, вот как он согласился, так пусть и достраивает. Дмитрий Синусов приехал на прием из Абинска. Губернатору он рассказал, что северо-восточная часть города не газифицирована, в том числе и его дом. Дмитрий пожаловался, голубое топливо многодетная семья ожидает уже более пяти лет. До сих пор обогревает дом по старинке, дровами, когда прямо напротив проходит газопровод. Тем более, вот, вас понимаю, когда у других газ есть, а у вас его нет. Знаете, у нас на Кубани пошла вода в хату. Но когда вода мимо идет, а в хату не заходит, ну непорядок, и душа болит. Вот я полностью здесь вас понимаю. Мне важно понять теперь, как сделать так, чтобы газ в вашу хату все-таки пришел. Проблема Дмитрия Юрьевича, она принципиальна. Не только его проблема для меня важна как решение, а проблема в целом. Как минимум еще части Абинска, которая без газа. Что бы мы ни сказали, а ситуация не очень хорошая, если 65% всего газификации Абинска. Не очень хорошая, это мягко сказано. Там минимум должно быть 80%. Сделайте проект, как минимум, что 80%. Коллеги, сделайте. Знаете, вот не ищите оправдания. Найдите способы. Способы сделайте. Я гарантирую, что в следующем году, если сделаете проект в этом году, мы начнем газификацию Абинска. На встречу с губернатором Андрей Карпенко из станицы Кущевской привез с собой фотографии местного Дома культуры. Они красноречивее слов описывают, в каких условиях приходится заниматься детям. Культурный центр один на всю станицу. Ранее его уже ремонтировали. Правда, изменения коснулись только фасада. Но в здании по-прежнему отсутствует отопление и водоснабжение, а также требуется заменить кровлю. Необходимо сделать все, чтобы люди смогли чувствовать себя комфортно в стенах Дома культуры, отметил Вениамин Кондратьев. Надо все запараллелить. Все действия, которые вы сегодня обозначили. Нам никто и ничто не мешает это все делать параллельно. Подводить воду к котельной, водить котельную. Параллельно, уже если мы уверены, что к концу следующего сезона тепло будет в клубе ремонтировать и клуб, в том числе и к концу этого года максимально перелеснуть страничку с таким состоянием клуба. Перелеснуть и забыть. И люди должны уже осенью прийти в него в теплый, комфортный, уютный клуб. Виктория Ивановна, кто необходим, чтобы деньги, если нужно, безусловно, программу и включать, и догонять эту ситуацию. Догонять, потому что в прошлом году нужно было это все догнать. Если мы в этом году или к следующему зимнему сезону его не ремонтируем, то надо будет ремонтировать его весь и заново. Домой к станичникам Андрей Карпенко отправился с хорошими новостями. Ведь Дом культуры для местных жителей – главное место для досуга. Я думаю, все будет хорошо. Именно хотелось бы тех работников, которые там работают, немножко поздравить этот первый шаг, что в следующем году они точно будут вести свои кружки не в отдельных кабинетах, как говорят, мы кабинеты обогреваем, а сцену, на которой дети должны танцевать, она будет наконец-то согрета. По обсуждению проблем кубанцев участвуют главы районов и руководители краевых структур. Для многих встреча с губернатором – это последний шанс уладить то, что не решалось годами. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов, Денис Перец и Алексей Комаров. Кубань-24, Краснодар. Экономика Кубани стала лидирующей в Южном федеральном округе. Доля бюджета Краснодарского края в общем объеме ЮФО составляет около половины. Основные источники дохода – казные налоговые поступления. Об этом губернатору рассказал руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы. Вениамин Кондратьев обсудил с Алексеем Семеновым приоритетные задачи, которые стоят перед ведомством. Достаточно успешным был финансовый год, прошедший для нашего региона, для нашего края, благодаря тому, что я активно очень работе налоговых органов под вашим руководством. Поэтому я хочу в первую очередь сказать вам слова благодарности за активную работу, за принципиальную позицию, в том числе и за результат, который мы сегодня имеем. 275 миллиардов мобилизовано в кровой бюджет, 240 миллиардов – это непосредственно налоги. И я хочу сказать, что если мы в этом году сохраним такие же темпы и чуть-чуть еще их приумножим, то в принципе, в следующий год тоже будет очень результативным и для экономики края, ну и, конечно, для жителей нашего региона. На самом деле, серьезный результат. Мы добились прибавки по отношению к предыдущему году. Почти 10 процентов – это более чем 21 миллиард рублей. Это очень существенно. Вообще, надо отметить, что доля регионального бюджета Краснодарского края в общем объеме Южного федерального округа почти 40 процентов. То есть у нас первая экономика в Южном федеральном округе. Повышается налоговая дисциплина. Вот об этом свидетельствует снижение недоимки в региональный бюджет. Мы в прошедшем году добились снижения ее почти на четверть. Это более чем 3 миллиарда рублей. Также на встрече речь зашла о легализации трудовых отношений. За прошедший год в Краснодарском крае в правовое поле удалось вернуть 64 тысячи человек. Они заключили официальные договоры с работодателем. Необходимо активизировать и борьбу с так называемыми серыми зарплатами. Борьба с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, продолжительность жизни, молодые кадры и техническое оснащение. Сегодня эти и другие вопросы обсудили на ежегодной краевой коллегии здравоохранения. Провела ее вице-губернатор Анна Менькова. И впервые в таком формате. Совместно с двумя министерствами здравоохранения и соцразвития. На сегодняшний день на территории Краснодарского края реализуются 8 национальных проектов. И все они нацелены на повышение качества медицинских услуг и снижение смертности. О чем еще говорили те, кто ежедневно стоит на страже здоровья жителей Кубани, расскажут наши краснодарские коллеги. Это только на первый взгляд задачи национального проекта здравоохранения амбициозные на деле. Это ежедневная работа и системный подход каждого медработника. От фельдшера до именитого профессора. Снизить смертность трудоспособного населения, увеличить уровень жизни и повысить качество услуг для каждого жителя Кубани – главное. Ведь в руках докторов самое дорогое – жизни людей. И здесь немаловажную роль играют кадры. В 2021 году укомплектованность медицинскими кадрами должна быть 81%. Первичное звено. У нас сегодня 74%. Тоже неплохо. Здесь мы при небольших усилиях можем восполнить этот дефицит. Но у нас по-прежнему есть муниципальное образование, где укомплектованность, скажем, врачами вообще не больше 50%. Мы четко должны с вами ответить на вопрос, как этот дефицит устранять. Чем мы должны сегодня заманить к нам в регион специалистов из другого региона? Как вы это видите? Это что? Жилье. Это оплата жилья. И, коллеги, еще. Работа с молодыми специалистами. Теперь за каждым молодым специалистом должен быть закреплен наставник, который должен полгода работать с молодым специалистом. Важнейший момент, коллеги. Наверное, это во многом поможет нам с вами закрепить специалиста в вашем лечебном учреждении и сделать так, чтобы ему там нравилось. Каждый кубанец старше 65 лет должен быть под особым контролем медиков. С этой задачей поможет справиться проект СМС-оповещения. Анна Менькова поручила как можно скорее внедрить его в Край. Пациенту на мобильный телефон будут регулярно приходить напоминания о том, что нужно пройти диспансеризацию, принять необходимые препараты, даты и время медицинского приема, а также рекомендации по сохранению здоровья в тот или иной период года, в зависимости от диагноза человека. Особенно это касается хронических больных. Все предоставляемые услуги должны быть доступными и комфортными. Быструю и качественную медпомощь сегодня оказывают во всех населенных пунктах Края. Еще до старта нацпроектов на Кубани начали развивать сеть офисов врачей общей практики. Сейчас их 254, а через два года будет 300. Условия работы в городе Новороссийске, все медицинские учреждения отремонтированы и очень хорошо оснащены высоко дорогостоящим оборудованием. И на самом деле эти программы, которые сейчас внедряются, они дополняют работу до оснащения произойдет медицинских учреждений за счет вот этих всех программ. Это очень важно. Проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями даст возможность дооснастить региональные сосудистые центры. Новая техника по этой программе будет появляться до 2024 года. Учреждения станут отвечать современным стандартам. Так, госпитализация должна происходить, минуя приемное отделение. А оформление и первичное обследование пациента будет длиться не больше 40 минут. Запланировано перестащение региональных сосудистых центров. 6 англографических установок, 6 МРТ-6КТ, 44 аппарата ИВЛ, 5 УЗИ для исследования сосудов головного мозга, оборудование для нейрохирургического лечения и оборудование для медицинской реабилитации. Еще одна важная тема – борьба со злокачественными заболеваниями. По итогам прошедшего года в Краснодарском крае число пациентов с онкологией снизилось по сравнению с остальными регионами страны. Однако, несмотря на это, по мнению Анны Меньковой, фельдшеры и терапевты должны внимательнее относиться к своим пациентам и обязательно обследовать их на наличие новообразований. В рамках проекта для повышения доступности медицинской помощи онкологическим больным в крае в ближайшие два года будут организованы 17 центров. Эти учреждения оснастят мамографами, компьютерными томографами, эндоскопическим и другим оборудованием. Благодаря новой технике за последние пять лет удалось добиться значительных результатов в ЭКО, выявлении пороков на ранних сроках беременности, а также в целом снизить уровень смертности по краю. За последние пять лет в крае стабильно снижается показатель смертности. Общий на 4,7% и составляет 12,3% на тысячу населения. Анна Алексеевна, действительно, это заслуга всего края и всех врачей еще раз хочу поблагодарить за этот показатель. Если следовать всем указаниям национального проекта здоровья, то к 2024 году медицинская система Кубани выйдет на новый уровень оказания медицинской помощи. Вероника Веретенникова, Михаил Боеправ, Кубань-24, Краснодар. Ну и кстати, в феврале каждый житель Краснодарского края сможет бесплатно обследоваться на онкозаболевание. Стартует традиционная акция «Кубань против рака». Откроется она днем открытых дверей 4 февраля в Сочи, Краснодаре, Ейске и Армавире. Все желающие смогут проверить свое здоровье в поликлиниках по месту жительства. Ну и продолжаем выпуск. 78 золотых медалей и 9 отличительных знаков за профессионализм. В Краснодаре сегодня наградили победителей и призеров 4-го регионального чемпионата WorldSkills. В этом году за звание лучшего боролись почти 500 человек. Это рекорд для краевого первенства. 73 компетенции развернулись на площадках колледжей и техникумов 20 городов Кубани. Мастерство демонстрировали в трех возрастных категориях. Впервые наравне с молодежью лучших выбирали среди состоявшихся специалистов. Навыки мудрых проявили те, кому уже исполнилось 50. Победителей сегодня поздравила заместитель губернатора края Анна Менькова. Она также вручила благодарственные письма участникам национального этапа, который прошел в прошлом году в Южно-Сахаринске. И отметила их достойные выступления и высокий профессионализм. В 2017 году Краснодарский край принимал национальный чемпионат. Мы получили высочайшую оценку на российском уровне. За эти четыре года у нас втрое выросло количество участников. Это наше большое достижение. Как и то, что сегодня происходит в системе среднего профессионального образования, когда мы имеем достаточно серьезный конкурс. Наша страна нуждается в рабочих кадрах. И я хочу поблагодарить организаторов чемпионата за то, что мы в этом году привлекли в эксперты не только педагогов, наставников, но и людей с конкретных предприятий. Эта связка, колледж, предприятие должна быть самой главной сегодня. Я очень рада, что я смогла поучаствовать. И я хочу дойти до финала. Это просто невероятно восхитительный для меня опыт. И мне действительно нравится моя профессия. Впереди у победителей регионального этапа еще больше работы. Сейчас они будут готовиться к общероссийским отборочным испытаниям, чтобы уже в августе этого года отстаивать честь России на мировом первенстве WorldSkills. Оно пройдет в Казани. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В новом году на новом месте депутаты городского собрания Сочи сегодня собрались на очередной сессии. Какие вопросы обсуждали, расскажем в нашем следующем сюжете. Первую в этом году сессию сочинские депутаты провели в здании на курортном проспекте, которое народным избранникам было передано два года назад. Там оборудовали зал, который будут использовать не только для проведения заседаний депутатов, но и для разного рода городских торжественных мероприятий. Так, уже сегодня здесь вручили очередные знаки отличия признаний по счет сочинцев. Медаль получил Борис Чхетияни, директор сочинского картодрома, и Людмила Ищенко, редактор спецпроектов телекомпании ФКТ. Она автор десятков фильмов о Сочи и сочинцах, в том числе «Дорогие мои старики», а также программы «Однажды в городе Эс», которая выходит в эфир больше десяти лет. Юрий Анатольевич, спасибо вам большое за эту работу большую. Вы талантливый профессиональный журналист. От приятных моментов перешли к рабочим. Сегодня депутаты проголосовали за изменение сроков предоставления муниципальных помещений в безвозмездное пользование до пяти лет. Для повышения эффективности их использования. Так, например, сегодня помещение более 370 квадратных метров на Донской было передано городской федерации бокса. Также сегодня были озвучены кандидаты на участие в краевом конкурсе на звание лучшего ТОСа. Это ТОС Донской, Лазаревский и Верхний Николаевский. Выходим с законодательной инициативой о том, чтобы все же по городу Сочи были номинантами для получения краевых наград именно 4 ТОСа. У нас 4 внутригородских района. ТОСы у нас очень активная структура. Это наши помощники. Мы вместе с ними работаем. Многие председатели ТОСов, члены ТОСов, это являются помощниками депутатов городского собрания. И они помогают нам реализовать и наказы избирателей, и работать в округе. К слову о наказах избирателей. В год депутаты городского собрания Сочи выполняют более 500 поручений от сочинцев. Это вопросы благоустройства, строительства детских площадок, текущий ремонт детских садов и школ, приобретение оборудования для них и другие. На эти цели городское собрание Сочи тратит 150 миллионов рублей, по 3 миллиона на каждого депутата. Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Неизвестные отравили собак в сочинском приюте. Волонтеры утверждают, злоумышленники бросают по ночам отраву в вольеры, расположенные на окраине поселка Солоники Лазаревского района. Только в этом месяце от яда погибли 5 животных. По словам зоозащитников, собаки умирают в мучениях. Все начинается с удорог. Труп последнего умершего пса волонтеры планируют отдать на экспертизу. Заявление в полицию волонтеры написали. Они рассчитывают на возбуждение уголовного дела по 245-й статье Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». Приют в поселке Солоники имел временный статус. Его руководитель Юлия Волошина с командой волонтеров обратились в администрацию Сочи с предложением создать приют для безнадзорных животных. Инициатива получила поддержку. Пока решается вопрос с поиском свободной муниципальной земли для районного приюта, волонтеры за свой счет арендовали участок и разместили собак, отловленных в Лазаревском, во временных вольерах. Все отравленные животные были привиты и стерилизованы, а волонтеры занимались для них поиском новых хозяев. На сегодняшний день эта тема стоит наиболее остро. Сочинские зоозащитники видят опасность новых отравлений и считают, что собак из этого места срочно нужно вывозить. На сегодняшний день в живых осталось 16 животных, которых необходимо срочно пристроить в добрые руки. Волонтеры просят откликнуться неравнодушных жителей Сочи, любящих животных. Информацию можно получить по телефону 8-918-309-94-20. Об обеспечении безопасности при перевозке детей говорили сегодня в Сочинской госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД провели конференцию для представителей автотранспортных предприятий и педагогов школ. В 2018 году в Сочи произошло 484 ДТП, в которых погибли 68 человек. 606 получили травмы. Отмечен рост ДТП по вине водителей, в том числе автобусов. Сотрудники ГАИ требуют от автотранспортных предприятий усилить контроль за качеством подготовки водителей, которые часто работают вахтовым методом. За руль общественного транспорта должны садиться только профессионалы. У нас очень много иногородних водителей приезжают в город Сочи. То есть по их вине зарегистрировано 171 дорожно-транспортное происшествие. Практически каждое третье ДТП. Для данной категории участников дорожного движения географический ландшафт города Сочи является незнакомым и сложным. Нередки случаи, когда ДТП происходят с участием детей-пешеходов. Таких аварий в прошлом году было 44. Поэтому водители просят быть максимально внимательными вблизи школ. Дети, понятно, это дети, могут выскочить из-за машины, могут выскочить из-за забора и так далее, из-за угла здания. И не всегда водитель, соответственно, может снизить скорость вплоть до полной остановки транспортного средства, потому что неожидаемый выход на проезжую часть ребенка может быть. Спровоцировать ДТП. Поэтому попрошу соблюдать скоростной режим. В целом же наиболее распространенными причинами ДТП в Сочи являются нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности проезда перекрестков и выезд на полосу встречного движения. В Сочи продолжается акция «Снежный десант». В ее рамках студенты краевых вузов и сочинских техникумов побывали в доме ветерана труда Василия Пряткина в селе Раздольное и помогли ему по хозяйству. Василий Яковлевич Пряткин живет вместе с супругой 50 лет. Последние 30 – в Сочи. После окончания института работал в Магаданской области. Строил дороги. Сейчас сложно справляться с хозяйством. И здоровье не то. И сын единственный в Екатеринбурге. Поэтому и попросил помощь студентов. Почистить там сад от мусора. Скопать там грядочки все. И вот распилить бревно, поколоть. Частный дом, конечно, требует рабочих рук. Ребята это тоже хорошо понимают. Поэтому активно взялись за наведение порядка во дворе и в саду. Это надо так делать. Потому что кто, если не мы, другими словами. Мы помогаем людям, которым нужна помощь. Мы будем стараться, чтобы это было чаще, естественно. Потому что видно, в каких условиях они живут. Вместе с сочинскими ребятами трудились студенты из краевой столицы. Они спилили сухостой, подрезали кустарники, собрали мусор, вскопали огород, нарубили дрова. В этом году к нам приехали с края, с Кубанского государственного университета, с аграрного, сельскохозяйственного института. Также из сочинских студентов вошли туда студенты сочинского профессионального техника. Мы, конечно, также прикрепились к нам студенты колледжа поликультурного образования. В краевой акции «Снежный десант», которая зародилась на Алтае, а в Сочи проводится второй год подряд, приняли участие 50 студентов. Вчера был проведен колоссальный фронт работы, был убран памятник, была почищена речка, покрашена детская площадка, посажены деревья. Сегодня работа продолжается уже непосредственно на придомовых территориях участников Великой Отечественной войны, пожилых людях. А вечером активисты подготовили для жителей села Барановка праздничный концерт. К акции могут присоединиться все студенты в вузах Сочи. Итоги сочинского этапа подведут завтра. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. С 1 февраля 2019 года россиян ждут некоторые перемены, и затронут они каждого гражданина страны. Основные законодательные изменения в нашем кратком обзоре. С 1 февраля размер многих социальных выплат в России будет увеличен на 4,3%. Это предусмотрено постановлением правительства. Речь идет о выплатах, пособиях и компенсациях, которые получают ветераны, инвалиды и граждане, имеющие детей. А также при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. С 1 февраля начинается постепенный перевод военных пенсионеров и других представителей силовых структур на карту МИР, национальной платежной системы, на которую будут переводить пенсии и остальные социальные выплаты. Также с завтрашнего дня у нотариусов появятся новые обязанности. Теперь они должны в течение рабочего дня подавать сведения о сделке с недвижимостью в Росреестр в электронном виде. К 15 февраля иностранные компании, которые оказывают электронные услуги, обязаны встать на учет ФНС. С начала года ряд организаций обязан платить НДС не только в сделках с физлицами, но и с юрлицами и другими компаниями. А с 20 февраля изменится форма налоговой декларации по транспортному налогу, а также порядок ее заполнения. Нововведение коснется владельцев транспорта массой более 12 тонн. Меняются и правила получения загранпаспортов. Граждане, которые планируют получить биометрические загранпаспорта в МФЦ с привлечением сотрудников МВД России, уже сегодня, 31 января, лишены такой возможности. Примечательно, что сейчас экспертизу проходит законопроект, предусматривающий внесение изменений в правила оформления документов для пересечения границы. Возможно, до 1 февраля 2020 года будет наблюдаться пролонгация действия документа, позволяющего получить загранпаспорт в МФЦ. Кстати, а вы знали, какова погода 1 февраля? Таков будет и весь февраль. Завтра по православному календарю день Макария Великого. В народном календаре его называют Макар Весноукащик. Прозвище Святого говорит само за себя. По этому дню наши предки судили о весне. Так что смотрим завтра на погоду. Каков Макар, таков и весь февраль. Ну и на этом мы завершаем выпуск. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях. Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ